конечно зима у нас в этом году аномально и в плане температур и в плане того что снега нету в общем-то темное время года все время а соответственно возрастает у нас и метеозависимые симптомы да то есть это у нас появляются различные головные боли слабости утомляемости это уже мы не говорим даже о том что в общем-то провокация вирусных инфекций тоже очень высокая переутомляемость в такие зимы в такое время вообще зимой переутомляемость у нас она гораздо выше утомляемость чем в обычные летние хорошие солнечные дни к тому же у нас кроме того что сейчас зима аномальная еще ведь у нас мы переживали только что самый короткий световой день это тоже накладывает огромный свой отпечаток на утомляемость пациентов у нас стало больше именно с депрессией даже молодых проявляется тем что стали чаще жаловаться на все то есть как бы обостряются хронические заболевания повышенная усталость утомляемость утром уже стоит уже уставшие разбиты как бы не выспались все время эта серость она дает уныние когда появляется депрессивные синдромы человек начинает себе прислушиваться ему себя жалко он себя накручивает всяких мыслей в голове все начинается вот это вот анализировать придумывает себе того чего нет тут эти болезни начинается приход первая жалоба у меня болит все если молодой человек или женщина молодая приходит говорю что у него болит все это сразу вопрос о том что же у него случилось и в каком степени у нее это депрессивный синдром потому что в принципе не тот возраст у болела все такого не бывает атмосферное давление он тоже ведь в такой погоде низко это значит что свое давление чаще всего подскакивать сейчас очень тяжело по нервной системы пожилые пациенты тоже плохо это переносят потому что высокое давление сразу тоже обострение всех хронических заболеваний это приводит консультом к инфарктам дополнительно то есть ухудшение когда погода морозная давление более менее высокой атмосферной числа человек переносит лучше то есть вот за счет этого у нас ведь тоже зависит какое давление как это за окном и как бороться ну значит в принципе как и для детей витамин d никто не отменял это нас витамин боится солнце поэтому его можно принимать вместе с детьми в этот осенне-зимний период и пока солнце не выйдет конечно посещение соляриев это вредно но изредка можно себе позволить совершенно на несколько минут две три четыре там это достаточно загорать не надо именно вот инсоляция солнцем солярий тоже позволяет уйти немножко депрессия что еще больше света дома то есть экономия света нежелательно сидеть в темноте в квартире когда и так все серое тоже не очень хорошо поэтому побольше света чтобы было даже дома побольше прогулок куда-то ходить поразвлекаться с детьми выход куда-то что хорошее настроение эмоции они дают гормоны счастья и депрессия уходит хороший сон то есть если человек высыпается симптомы снижаются значительно хорошая физическая активность опять же прогулки несмотря на такую погоду различные занятия фитнесом спортом танцами плаванием бассейном эти моменты они снимают в какой-то степени вот эти метеозависимые состояния конечно очень хорошо витаминизация причем лучше всего это натуральные продукты конечно поливитамины это тоже допустимая а то что мы получаем натуральных продуктах это овощи и фрукты это рыба это различные масла то оливковые подсолнечные ну и куча на нас сейчас вариантов это конечно да это приветствуется и это облегчает состояние метеозависимости нормированный режим работы то есть режим труда и отдыха нельзя работать с перегрузками но это уже наверное не только в метеозависим но особенно в метеозависимые моменты потому что сейчас мы в общем то надеюсь что мы пережили эту аномальную зиму до приближаемся к весне световой день увеличится и значит немножечко самочувствие у людей улучшится и побольше позитивного настроения чем больше позитивных эмоций тем меньше метеозависимость а